К нам приближается восьмидневный праздник Ханука. Начинается праздник 25-го кислава, но свечи мы начинаем зажигать накануне, вечером 24-го кислава. В этом году это 22 декабря. Ханука – это праздник, установленный мудрецами 2-го храма в честь чуда победы хашманеев над греками и чуда бочонка с маслом. Когда греки захватили 2-й храм, они осквернили все, что могли, в том числе и масло. И после победы хашманеев храм нужно было снова осветить, и для этого нужно было масло. Его искали и нашли только один маленький кувшинчик с печатью первосвященника. Этого кувшинчика хватило бы только на один день, но произошло чудо, и светильники горели 8 дней. Именно столько времени нужно для того, чтобы произвести новую порцию масла для светильников. В честь этого чуда на следующий год в эти дни мудрецы установили праздник благодарения и прославления Всевышнего. В этот праздник мы говорим о лель в утренней молитве и добавляем специальный ханукальный фрагмент «За чудеса» в молитву и благословение после еды. Также исполняем любимые обычаи, играем в савивон и едим блюда, приготовленные на масле, пончики и драники. Однако заповедь, которую мы исполняем в этот праздник, лишь одна – зажигание праздничных свечей. Многим знакомы ханукья. Ханукья – это ханукальный подсветник с девятью светильниками. М8 для свечей хануки. Девятая – это вспомогательная свеча, называется шамаш. Пламя шамаша можно использовать для освещения комнаты и для зажигания других свечей. А пламя других свечей нельзя использовать. Каждый вечер, зажигая ханукью, добавляют по одной свече согласно восьми дням праздников. Однако устная тора в тракторе «Шаббат» учит нас, что по закону можно зажигать одну свечу каждый день. Так говорит Гмара, нер-иш вейто. Для того, чтобы выполнить заповедь зажигания свечей в хануку, достаточно зажигать по одной свече на всю семью каждый день. А тот, кто хочет выполнить заповедь лучшим образом, должен зажигать одну свечу на каждого члена семьи. То есть, если у вас семья состоит из четырех человек, то вы должны зажигать четыре свечи каждый день в хануке. А тот, кто хочет выполнить заповедь наилучшим образом, должен зажигать одну свечу в первый день, две свечи во второй день. И так продолжать все дни хануки, пока не зажжет восемь свечей в последний день хануки. И это называется Меадрин Минамеадрин. И это порядок зажигания, установленный по Бейт Елель. Звучит знакомо? Так все мы выполняем заповедь Меадрин Минамеадрин. Присоединяйся к Махон-Ора. Ора от слова Ор – свет. Найди свой свет. Открой для себя свет еврейского народа.